что касается вашего настроя то в этот период вы будете стремиться к тому чтобы оградиться от окружающих вас людей избегать неприятных встреч общения а также всяких курьезных ситуаций может складываться ощущение безысходности бессилия зависимости или боязни действовать либо же кто-то из вас может выбрать для себя какую-то непосильную задачу или ношу вероятнее всего лучшая для вас рекомендация сбросить себя излишний груз ответственности на этот период и принять радикальные меры в защиту своих прав и интересов а также постараться ограничить себя от тех людей которые могут как-то давить на вас или манипулировать вами плане ваших личных финансов их получения и тратах наступает период когда эта сфера принесет вам удовольствие и успех а также все будет в радость грядет неожиданный финансовый подъем деньги могут приходить к вам без излишнего напряжения легко а также может включать в себя премии подарки неожиданные надбавки к зарплате и так далее что касается вашего профессионализма то он также может сыграть вам на руку и принести добрую славу и признание ваших талантов и заслуг люди будут готовы в этот период вам платить сверх всех ваших ожиданий в обучении общении с коллегами знакомыми соседями клиентами братьями сестрами однокурсниками также в вопросах переговоров ведения документации заключения краткосрочных договоров в недальних поездках и в вопросах связанных с личным транспортом все что касается дела этой сферы жизни то здесь будут происходить какие-то судьбоносные моменты получения вами важной информации которая может повлечь за собой кардинальные перемены относительно ваших ежедневных коммуникаций либо недальних поездок и личного транспорта многие из вас будут осуществлять преобразование во взаимоотношениях с коллегами знакомыми соседями клиентами братьями сестрами однокурсниками или же вопросах переговоров ведения документации либо заключение краткосрочных договоров со стороны вышеупомянутых лиц вы получите помощь с целью высветить любые недостатки недоделки возможно вы узнаете о причинах проблем в недавнем или отдаленном прошлом в любом случае по задачам этой сферы жизни происходит какой-то выход из определенного тяжелого периода вы получите ответы на вопросы проясните для себя ситуацию либо взаимоотношения и произойдет какое-то полное обновление а возможно выпадет в каких-то делах этой сферы жизни для кого-то из вас и счастливый случай сфере недвижимости место где вы проживаете а также ваших домочадцев наступает то время когда необходимо попытаться гармонизировать отношения семьей сломать инерцию прошлых привычек а также рекомендую пересмотреть линию своего поведения в отношениях с домочадцами может отсутствовать поддержка и понимание в некоторых случаях может возникать конфликт по их вине или же эгоизм и нежелание идти навстречу вам в том числе абсолютное безразличие к вашим потребностям это может влиять также и на вашу самооценку возникновение каких-то внутренних противоречий когда вы можете обесценивать себя и зависеть от их мнения напрямую поэтому постарайтесь трезво оценить ситуацию будьте честны с самим собой по пути ли вам дальше с этими людьми и возможно ли на том же уровне развития этих отношений возможно же кому-то из вас следует приложить усилия для налаживания общения если же вы проживаете вот один или одна то тогда мы будем говорить про недвижимость что для решения этих вопросов наступает не самое благоприятное время вы не сможете в этот период полагаться и надеяться на чью-либо помощь не стоит также поддаваться на манипуляции и лукавства посредников риэлторов и так далее и проверяйте также документы информацию тщательно выбирайте домашний персонал главное полагайтесь и верьте только в себя и свои силы если говорить про сферу любви хобби отношения с детьми или же ваш бизнес у кого он имеется то в этот период относительно этих вопросов вы будете получать много информации или новостей сфера очень активна и если вы доверите своей интуиции то сможете устранить существующие ранее препятствия в этих телах либо во взаимоотношениях а также сможете изменить текущее положение вещей во взаимоотношениях с людьми с детьми или любимым человеком и тогда отношения станут более честные открыты также в вопросах хобби или бизнеса у вас может сложиться много самой разнообразной деятельности которая будет являться продолжением того что вы уже выполняли ранее они новые в любом случае вы увидите новые перспективы развития как в хобби таки в бизнесе главное в этот промежуток времени опасаться статичности и расслабленности потому что покой в этот период просто противопоказан необходимо быть ответственными и следить за своими обещаниями и поступками тогда вы сможете принимать правильные решения наладить нужное взаимодействие и обеспечить нормальный ход развития последующим этих взаимоотношений либо хобби и вашего бизнеса обращайте также внимание на знаки судьбы и приметы для того чтобы добиться быстрого и успешного развития событий как правило эти знаки судьбы могут быть связаны с какими-то небольшими подарками радостными событиями вечеринками краткосрочными такими романтическими встречами и так далее что касается вашего здоровья бытовых вопросов долгов или подчиненных у кого они имеются то с вашей стороны в этот промежуток времени возможно необдуманные неправильные или несвоевременные действия либо относительно вопроса здоровья или долгов а также в каких-то бытовых вопросах или ежедневных рутинных обязанностей в том числе на работе ну или же по вопросам подчиненных и людей которые которых вы нанимаете для помощи в быту что касается здоровья возможно что у кого-то возникнут проблемы с костным мозгом либо же с нарушением функции железы внутренней секреции может присутствовать половая слабость атеросклероз ломкость сосудов боли различной локализации ну либо же просто упадок сил апатия вялость пассивность если для вас вопрос здоровья и физического самочувствия не актуален этот период то в решении бытовых вопросов и ежедневных обязанностей могут быть определенные препятствия в делах или же неудачи и бесполезная трата сил также может присутствовать нежелание что-то менять и решать определенного рода безразличие к этим вопросам в отношениях с подчиненными у кого-то может быть неуважение со стороны этих лиц недоверия трудности в общении с ними а также нежелание взаимодействовать я бы рекомендовала по событиям этой сферы жизни то есть здоровья бытовых вопросов долгов или подчиненных разобраться в себе и найти причины в вашем взаимодействии с данными людьми потому что что-то можно поменять особенно не идти на сверх жертвы с вашей стороны плане партнерских отношений личных и деловых а также относительно открытых врагов и конкурентов в этот период приходит новый поворот событий во взаимодействии с вышеперечисленными людьми возможно также знакомство с хорошим человеком у которого будут серьезные намерения к вам как по личным вопросам такие по деловым чаще всего такой партнер способен брать на себя ответственность во взаимоотношениях и осуществлять некоторую опеку над второй стороной а также проявлять большую заботу в развитии отношений если же говорить про открытых врагов и конкурентов то на этот промежуток времени вам стоит опасаться неожиданных нападок с их стороны и необходимо в свою очередь соблюдать крайнюю осторожность в проявлении своей инициативе к открытым конфликтам с врагами оппонентами простым языком выражаясь постарайтесь не провоцировать оппонентов на активную вражду лучше вложите свои силы на построение новых партнерских отношений в этот промежуток времени тем более что они могут быть крайне успешны в плане получения денег от партнеров заказчиков контрактных организаций получение кредитов и больших денег это то время когда необходимо сделать выбор но ситуация скользкая в которой вы долгое время можете не знать как поступить ваши мысли будут проясняться а за этим придут и какие-то изменения финансовой сфере получения денег от партнеров чужих денег в том числе и солидных солидной прибыли в вопросах этой сферы вам необходимо сохранять скромность и умеренность следовать традициям и устоявшимся стереотипам прислушиваться как к интуиции так и руководствоваться здравым рассудком не следует поддаваться эмоциям и не выставляйте свои желания на показ могут появиться нужные полезные и значимые для вас приобретения из числа чужих денег и денег от партнеров которые значительно вам облегчат жизнь но сама такая помощь придет только при условии вашей активности прежде всего вам самим придется добиваться результата и прилагать все усилия в плане дальних поездок переговоров с заграничными партнерами родственниками знакомыми и людьми находящимися на дальнем от вас расстоянии а также в вопросах высшего образования и заключения долгосрочных договоров в этот период относительно всех вышеперечисленных дел вам следует серьезно оценить свои способности с вашими же возможностями потому что вопросы заключения долгосрочных договоров и оформления любых бумаг касающихся дел за границы а также дальних поездок не потерпят ни дальновидности халатности либо же некомпетентности с вашей стороны существует большая вероятность поддаться ложным иллюзиям и потерпеть неудачу из-за неуверенности в чем-либо или в ком-либо а также по причине обмана от кого-то со стороны лиц издалека или же по причине разрыва отживших отношений также из категории вышеперечисленных лиц люди издалека или представители другой культуры от вас могут что-то скрывать здесь есть главная рекомендация быть внимательным осмотрительным чтобы не совершать глупые поступки и есть рекомендация также отказаться от части своих планов в реализации которых лично вы не уверены потому что у вас отсутствует какой-то личный опыт то есть полагайтесь ровно на ваш прошлый опыт что касается отношений в социуме вопросов реализации ваших планов карьеры ваших жизненных целей в этот период вас ждет благоприятный исход любого предпринятого дела в поиске работы продвижение по карьерной лестнице смене вашего статуса во взаимодействии социумом будет присутствовать как удача и исполнение желаний вы будете проявлять уверенность себе а также почувствуете удовлетворение от предпринятых действий также руна предупреждает что события потребуют от вас проявления воли поэтому необходимо рассчитывать и трезво оценивать свои силы для того чтобы вовремя давать себе передышку для поставить на восстановление сил сфере общения с близкими друзьями единомышленниками и высокопоставленными лицами а также вопросах связанных с интернетом может присутствовать беспорядок в делах или проектах в сети интернет из-за нехватки творческого потенциала либо завышенных иллюзорных требований к результату поэтому в таком формате задуманное вряд ли может свершиться причиной тому может быть банальная усталость или перенапряжение возможно выгорание в общении с единомышленниками а в связи с этим возникнет и исчезнет желание прикладывать какое-то усилие появится поверхностное отношение к происходящему во взаимодействии с высокопоставленными лицами существует опасность чрезмерно довериться собственному мнению и соответственно соблазниться ошибочным путем принять неправильное решение и совершить какую-то неблагоприятную глупость что касается общения с близкими друзьями и единомышленниками то может отсутствовать чувство сопричастности к происходящему их жизни событиям или же возникнут разногласия в отношениях с ними эти разногласия вы можете воспринять как-то неверно поэтому очень важно для гармонизации этой сферы не форсировать события своими конкретными действиями где-то проявить гибкость и терпение лучше присмотреться к тому что происходит вокруг и прислушиваться к советам и мнению друзей и единомышленников а также благоприятно будет изучать необходимую информацию всевозможные инструкции бумаги законы при решении вопросов в интернете или относящиеся к компетенции должностных лиц в госструктурах при обращении к высокопоставленным лицам в том числе при подаче жалоб и предложений в любые инстанции в помощь вам будет наблюдение изучения и подсказки от знающих людей в плане личных переживаний скрытых талантов и способностей в том числе и ваших тайных врагов в этот период у вас будут происходить внутренние перемены которые поспособствуют изменению текущего положения вещей и вашего образа жизни вы сможете принимать правильные решения доверившись своей интуиции а также научитесь слушать и слышать людей это такое состояние когда присутствует гармония между духовным и физическим мироощущением а устранение препятствий и обеспечение нормального хода событий происходит не только благодаря вашей какой-то активной физической проявленной деятельности но также благодаря вашей внимательности к знакам судьбы и приметам к поступкам людей вокруг и складывающимся обстоятельствам если говорить про ситуацию в целом то могут возникнуть разногласия или неприятности с близкими людьми неурядицы в доме или же проблемы в семье от некоторых из вас может потребоваться забота и уход за престарелыми родителями в связи с плохим эмоциональным или физическим состоянием могут случаться ссоры и разлады во взаимодействии с окружающими людьми поэтому в этот период главное соблюдать золотую середину и не убегать от ответственности в отношениях или делах но в то же самое время не следует брать на себя слишком много обязательств потому что этот промежуток времени ваши сверх старания никто может не оценить по достоинству берегите также ноги органы таза и нервную систему очень благоприятны будут любые медитативные практики на спокойствие умиротворение гармонию и оздоровление на моем канале есть рунические медитации чистка защита и так далее а ссылка имеется в описании под этим видео карта луна относительно этого периода у вас могут возникнуть нехорошие предчувствия но знайте что как минимум половина из них полностью лишена основания если же вы позволите себе плыть по течению собственных негативных эмоций то испортите себе настроение непременно и так настройтесь на позитив и пусть это время не принесет с собой ничего особенно выдающегося однако и чего-то дурного тогда тоже не случится